Всем привет, друзья! Здравейте, приятели! Снова Дима, снова Даниэль, снова Скалска, снова Болгария. Друзья, 6 июня, 24-й год, прекрасное утро в болгарском селе. Друзья мои, как обычно... 10 секунд, птички поют. Полный прекрасный позитив. Все замечательно, все хорошо. У нас наступило лето, полноправное, друзья, лето. Когда уже жарко, когда уже дома, иногда закрываем двери и включаем конвекторы на холод. Потому что на улице духота, ребята, а потом идет вот такая сильнейшая гроза, вот с таким градом. Ребят, это только позитив, потому что у природы нет плохой погоды, я всегда говорю. И надо наслаждаться. Каждым днем, когда человек здоров, самое главное, чтобы человек был здоров. И тогда все, что происходит вокруг вас, вас будет радовать и приносить вам только хорошее настроение. А хорошее настроение делать мы можем только сами себе, когда мы не смотрим на какие-то вещи негативно, то, что происходит вокруг нас. Не обращаем на это внимания и смотрим, и только с позитивом. Смотрим, как наши животные гуляют, как птички поют, какие вкусные помидоры. В Болгарии, ребята, прекрасное настроение. Но давайте говорить так, что мы полный позитив, он, конечно, может быть, если мы не будем смотреть новости, которые происходят вокруг нас. Я очень стараюсь исключить из своего рациона какие-то новости. Но все равно, друзья, мы живем в мире, когда мы должны знать, в общем-то, все. Время у нас есть, и, несомненно, новости мы смотрим. А что сегодня у нас происходит по новостям? По новостям в ближайшие несколько дней, 9 июня, будут проводиться в Болгарии досрочные парламентские выборы. Ребята, эти выборы уже проходят где-то несколько лет, чтобы на самом деле утвердить болгарское правительство. Ребята, господа, сразу определюсь, мы не граждане Болгарии, мы живем в Болгарии по основанию вида нажительства. Поэтому мы не имеем права ни на какие голосования. Ребята, наверное, и слава богу, потому что, ну, не наше это. Но думать об этом и наблюдать за этим, и следить, и обсуждать, конечно, в общем-то, я считаю, что это полное наше право. И свое мнение я тоже могу наносить до моих подписчиков. Ребята, ведь все-таки мы здесь живем, понимаете, и все, что происходит в Болгарии вокруг нас, нас это, естественно, касается. Если бы мы приезжали сюда на месяц, там, летом, на два месяца, на три месяца, а потом возвращались бы в другую страну, в свою страну, то, конечно, бог-то с ним, какая разница, кто здесь будет у власти, что здесь будет происходить. Самое главное, чтобы цены были недорогие, чтобы море было теплое, и чтобы вокруг было все хорошо. Но здесь мы живем, и очень много людей, которые сейчас смотрят меня, которые уже переехали, которые только собираются переехать в Болгарию. Наверное, они об этом не думают, потому что им сегодня более интересно это, как правильно купить жилье, как правильно обустроиться, ремонты. Ребята, конечно, все это тоже очень актуально, но давайте не забывать, какая Болгария будет, так и здесь мы здесь будем жить. Если в Болгарии будет жить плохо по каким-то причинам, значит, и нам тоже будет здесь жить хуже. Поэтому мы, в общем-то, смотрим и рассуждаем. И здесь мне очень хочется услышать после этого видео комментарии болгарских друзей. Что они скажут на мое мнение? Или они скажут, Дима, хватит нести чушь, разговаривай, говори лучше про птичек. Это тоже достаточно легитимно. Чушь я стараюсь не нести. Друзья, я не политик, я не историк, но имею какое-то свое мнение и какое-то понимание. Потому что здесь мы уже практически два года. И что здесь происходит? Здесь практически в Болгарии ничего не происходит. Все спокойно. Уже который год идут разговоры о вводе евро. Сейчас это перенесено на 25-й год, друзья. Дай бог, что в 25-м году и евро не ввели. К чему это и идет? Ну, не готово. Не готова Болгария к евро. Точнее, часть Болгарии к евро готова. А огромное количество людей с небольшим достатком просто этого не хотят. Потому что знают, к чему это может привести. Какой-то рост цен. Ну и все как обычно. Все дорожает, люди беднеют. Ребят, мы на себе это чувствуем, потому что живем в болгарском селе. Это село обычное, стандартное болгарское, центральное Болгария. Небогатый и не самый бедный регион страны. Но здесь еще во многом чувствуются отголоски вот того раннего времени. Когда спокойные люди, когда ничего никто не волнует. Когда очень мало работы. Все ходят, все довольны. Ну, с одной стороны, ребята, все замечательно. И когда я рассказываю о проблемах стройки, что трудно найти рабочих. Люди работать особо не хотят. Ребят, ну, это Болгария. Здесь вот так, вы понимаете? Здесь может быть вносить свою ментальность и говорить, что, ой, давайте работать. Что вы, я вам дам работу, вы сделайте мне это. Ну, не хотят люди. Имеют право. Имеют полное право. Выборы. Болгарское общество, оно разделено, ребята, оно разделено. Оно разделено на практически две части, где в свете сегодняшних событий в мире одна часть говорит, хватит это, другая часть хватит это. А болгарские политики предполагают, что вообще Болгария может вступить в какую-то войну. Ну, ребята, конечно, теоретически можно предположить все. Теоретически можно предположить, что где-то завтра ударит атомная бомба. Не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, что я четко и лично я не уверен и не верю в это. Но разговоры об этом идут. Министры говорят, что надо модернизировать армию. Надо модернизировать армию, это вы мне скажите. Я вообще не хочу об этом говорить. Понимаете? Но говорю. Вообще, вчера в новостях прочитал, что Болгария это будет коридор для войск НАТО, которые пойдут, которые зайдут в Болгарию и будут проходить через страну, если начнется большой глобальный мировой конфликт с Россией. Ну, ребят, я не знаю, что на это сказать. А давайте мы спросим болгар, нужно ли им это вообще. Вот, это же болгарский народ будет решать на самом деле, нужны ли здесь войска НАТО и хочет ли Болгария войны. Я уверен, Болгария войны абсолютно не хочет. Болгария меньше всего хочет, чтобы что-то здесь плохое происходило. Болгарский народ хочет прекрасно, спокойно жить, чтобы никто им не морочил голову. Ни к те, ни те и ни те. Чтобы хватало пенсий, чтобы увеличивались зарплаты, чтобы хуже не становилось, ребята. Потому что сейчас, с одной стороны, где-то что-то становится лучше, об этом пишут политики. Что мы наблюдаем? Ну, нет, хуже я не могу сказать, что стало как-то хуже с момента за два года. В нашем регионе строятся дороги, даже в наших селах прокрадываются хорошие дороги. Я это вижу, иногда еду и думаю, мама родная, я по Австрии еду. А это все буквально между селами. Габрово благоустраивается медленно, наверное. На фоне наблюдения за Габрово видно, город не идет в упадок. И город не стоит, город идет в развитие. Медленное развитие, друзья, но оно есть. С каждым годом медленно, плавненько. Город Габрово преображается. Меняются старые магазины, ставятся новые торговые площадя. Да, видно, естественно. Значит, люди все-таки работают. Значит, будут появляться рабочие места. Значит, Болгария будет все-таки выходить на более лучший уровень. Но для этого нужно, конечно же, чтобы было создано какое-то правительство. Не временное, а постоянное. И это правительство что-то будет решать. А правительство сегодня будет очень интересно. За кого проголосуют все-таки болгары. Потому что явка избирателей, она на низком уровне. Потому что люди уже устали. Люди устали от обещаний. Ребята, мы прекрасно знаем, в любой стране это все происходит. Политики все обещают. Потом ничего не делают или делают на десятую часть. И говорят, ой, ребята, тут пандемия, тут война, тут не получилось. Все знакомо. Лично я в своей стране Израиля абсолютно, ребята, не доверяю правительству никакому. То, что произошло 7 октября и то, что после этого происходит, я вообще никому в них не верю. Потому что мне грустно за то, что происходит в той стране, в моей стране, это Израиль. Потому что ничего не решается, все становится хуже. Ну поэтому мы сейчас и здесь живем. Мы не пересиживаем никакое плохое время. Мы уехали в Болгарию до начала войны с Хамасом. Предвидя вот эти ситуации, которые сейчас происходят, полностью предвидя все это, мы сюда уехали. Уехали вовремя. Законно оформили документы. Законно здесь проживаем и продлеваем вид на жительство. Чего желаю и всем, кто сегодня об этом думает. Поэтому, если у нас недоверие правительству полнейшее, то у болгаров я тоже прекрасно могу понять. Естественно, еще и выборы в европейское собрание. Друзья мои, как я почитал в новостях, ребята. Я ничего сам не придумываю, просто добавляю здесь. Рассказываю это с таким немножко отклонением и позитивом, и юмором. Как я понял, болгарам вообще не волнует, что там кого, кто от Болгарии поедет в эти европейские парламенты. Потому что пусть этот европейский парламент свои дела делает, а дайте здесь в Болгарии делать свои. Поэтому, а в европейском парламенте там вообще будет все, ребята, очень и очень весело. Потому что то, что сейчас в Европе происходит, ну, ребята, это жесть. Особенно, что меня очень задело, вот отклоняясь от Болгарии, меня тоже так же интересует очень Германия. Потому что мне нравится эта страна. Я всегда считал Германию оплотом пунктуальности, оплотом работоспособности. Вот это было все время мое мнение до какого-то момента, когда мы туда поехали. А последний раз мы там были в прошлом году в Гамбурге, где я, с одной стороны, увидел, не увидел, нету Германию. А с другой стороны, я познакомился с Александром, владельцем шоколадной фабрики, где я увидел, вот как должны на самом деле люди работать. Где я был поражен этой фабрикой, чистотой, качеством работы. Вот и вот для меня эта фабрика Саши была идеалом вот того, чего должно быть в Германии. Потому что чисто, пунктуально, четко, вот так понравилось, что забыть не могу. Саша, привет, здоровья тебе и твоей семье, естественно. Если все были немцы, такие как ты, ну, Германия была бы вообще, туда бы все ехали. А сегодня едут оттуда. Ну и вы видели последнее событие, то, что произошло, ребята, когда в тихой, спокойной Германии исламский террорист ножом убивает, ранит несколько человек. И полицейский немец, который хочет защитить людей, погибает от ножа вот этого беженца, которому дали возможность жить в хорошей стране, который прожил 10 лет, и после этого он пошел убивать мирных немцев. А бедный полицейский пал после этого. Ну, наверное, вот стоит как-то проснуться и подумать о том, что будет. Слава богу, в Болгарии всего вот этого не происходит. Сейчас говорят, что в Болгарии сейчас нулевая миграция. Это значит, что идет серьезная работа пограничных служб, полицейских служб по ситуации прохода беженцев. Откуда сюда идут беженцы? В Болгарию. Они идут из Турции. Турция очень интересная, ребята, страна. Турция не принадлежит ни Евросоюзу, ни Евросоюзу, но она в НАТО. У турок вообще, у них карт-бланш. Они сидят просто и шантажируют всю Европу. Говорят, ага, денег не дадите. Мы откроем границы. Денег дадите. Мы поддержим у себя. Ну, политика Турции, это ее политика. Они всегда, в общем-то, такими были. Ну, может быть, это и нормально для них. Но у Болгарии прекрасное отношение с Турцией. Хотя многие люди здесь уже сейчас начинают бояться, что турки, турецкие, в общем-то, избиратели, возьмут больше голосов и Турция захватит обратно Болгарию. Верите вы в это? Да я тоже в это не верю. Какой-то полный бред. Потому что на самом деле здесь, в Болгарии, здесь турки живут, здесь христиане. У всех прекрасные отношения. Здесь нет никаких националистических, исламистских вариантов. В Болгарии я этого не встречал. Здесь все живут мирно. Турки, болгары, евреи, русские, украинцы, которые здесь уже ассимилировались. Они не спорят, они живут, они дружат между собой. Потому что это на самом деле, это очень нормально. Когда никто не ищет, где махать флагами. А люди улыбаются, попивают ракийку, кушают шопско-салатка и живут страхотно. Вот так должно быть. По крайней мере, в нашем сельском регионе, где вокруг нет больших городов, а когда нет больших городов, нет мигрантов, нет беженцев, нет каких-то демонстраций. И здесь мы этого всего не чувствуем. Поэтому и живем здесь, и радуемся здесь жизни. Но, конечно же, волнуемся. Конечно же, наблюдаем те новости. Вот, будет война с Россией, русские нападут, захватят всю Европу. Может такое быть? Теоретически может. Теоретически может быть все. Потому что могли, Израиль мог просрать вот эту атаку 7 октября. Кто об этом думал? А это произошло. Поэтому сказать сегодня, что ничего не может быть, нет. Не допустить этого. Ну, не допустить этого. Мы простые люди, это не можем. Наверное, мы просто можем между собой общаться и об этом разговаривать. Поэтому я лично абсолютно, абсолютно, абсолютно не верю, что начнется серьезный конфликт в Болгарии с Россией. Болгария выбирает правильный путь. Болгария не собирается посылать никаких военнослужащих на войну в Украине. А спросите болгарского солдата, хочет ли он идти воевать, вот брать в руки автомат и воевать, убивать, погибать. Не думаю, что кто-то хочет. Болгарский солдат хочет охранять свою родину. Это нормально. Это патриотично. Это абсолютно правильно. Но охранять он ее будет на своих границах. И если на самом деле, если, не дай бог, будет какая-то ситуация, то я уверен, что болгарские солдаты свою Болгарию будут защищать и защитят ее прекрасно. Но не воевать за какие-то очень серьезные, большие денежные интересы. И об этом сейчас идет речь. Куда посылать? Контингенты? Непонятно куда. Может быть, в свое время Израиль должен был отправить на войну? Да нет. Израиль отправил огромное количество амбудирования, касок, бронежилетов. И что после этого произошло? После этого произошло то, что мой сын в боевых войсках за свои деньги должен был покупать специальную каску. Что он и сделал. Почему? Ну, это опять вопрос уже не ко мне. Так что здесь страна должна защищать свою страну. Думать о интересах своей страны. Прежде всего. И чтобы мне очень хотелось, я уверен, что эти выборы, которые будут, они к чему-то хорошему приведут. И придет момент, когда образуется правительство, когда будет больше намного патриотизма. Когда, ну, я не говорю, цены понизятся. Это вряд ли. Просто должен быть вот мир и не нагнетание войны. Лично и мое мнение. Бамба, ну что ты гавкаешь? Вот у меня бамба тут сидит. Гавкает на каждую проезжающую машину. Оп. Товарищи проехали и помахали рукой. Друзья, кто хочет голосовать, идите на выборы. Кто не хочет, не идите. Мы все равно будем рады. То, что мы живем в этой стране. Будем. И я, естественно, буду вам рассказывать. Вот только в таком позитивном формате, потому что в негативном формате вы все это видите по телевизору от этих журналистов, которые нагнетают вам все хуже, хуже, хуже. Нет, друзья. Хуже может быть. А у нас будет у всех лучше. Хубавдэйн. Шейельхамьем наимхаваримшили. And have you a nice day, my friends. Чао-чао. Будьте здоровы. Мира и удачи вам. Мира и удачи вам.